Приветствую тебя, мой уважаемый зритель канала. В сегодняшнем видео я постараюсь тебе подробно показать и рассказать, какие пилотажные приемы я использую при скоростном прохождении трассы картинг-клуба «Питстоп Нарвская» на стандартном прокатном карте «Соди GT5» в такой красивый оранжевый ливрея с номером 9, который сейчас припаркован прямо перед нашими глазами. А припаркован он здесь неспроста. Сейчас будет важная информация о том, чему нужно уделить немало внимания перед посадкой в машину. Карт у нас сегодня прокатный, следовательно и сидение у него тоже прокатное. Оно рассчитано на взрослого человека весом примерно до 130 кг, так что если масса вашего тела, например, 65 кг, как у меня, то вам по-любому потребуется вкладыш в сиденье, чтобы ваше тело не болталось, как карандаш в стакане вправо-влево на поворотах под действием боковых перегрузок. Конечно, можно изготовить вкладыш своими руками или на заказ, но мне повезло, вкладыш почти под мои габариты уже лежал в сиденье. А еще на ресепшене картодрома можно запросить один из важнейших элементов экипировки картингиста – защиту ребер. Она позволит повысить комфорт и защитит от травм ребер и спины при наезде на поребрике. А бонусом – на пару-тройку дополнительных сантиметров уплотнит посадку в сиденье в дополнение ко вкладышу. На Soda GT5 также присутствует механизм регулировки педалей вперед-назад. Наша задача – найти положение педалей так, чтобы плотно поставить ноги на подпятники, а за педалями не приходилось тянуться. Ноги должны быть слегка согнуты, спина в зоне поясницы должна плотно прилегать к спинке сиденья. Представьте, что ваши ноги и поясница создают будто жесткую распорку между подпятниками педалей и сиденьем. Спину нужно держать прямо, при этом плечевой пояс лучше по возможности отклонить назад. Не нужно горбиться. Если вы среднего роста, то в идеале руки на руле нужно расположить на 9 и 3 часа. Если длина ваших рук этого не позволяет, то лучше держаться в нижнем секторе на 8 и 4 часов, чтобы мышцы рук работали более эффективно и к рулю не приходилось тянуться. Очень высоким пилотам обычно приходится располагать руки на руле в верхнем секторе, на 10 и 2 часа. Итак, повторим информацию для закрепления материала. Первое. Найдите вкладыш и установите его в сиденье. Второе. Наденьте защиту ребер. Убедитесь, что сидите плотно в сиденье по ширине. Третье. Поставьте пятки на подпятники, а пояснице плотно расположитесь на спинке сиденья. Четвертое. Найдите оптимальное положение рук на руле. В идеале на 3 и 9 часов, но главное так, чтобы ощущался упор на руки между плечевым поясом и рулем. Все. Можно выезжать. На первом, а иногда и на втором круге после выезда на трассу, резина слик обычно работает неэффективно. Ее нужно прогреть. Для этого чуть более аккуратно проезжаем несколько первых поворотов, заранее зная о том, что передние колеса будут ехать мимо заданной траектории, а при резком нажатии на газ машину может развернуть на вираже. Будем считать, что резину мы прогрели. А сейчас покажу, каким образом я сам прохожу свой быстрый круг на этой трассе с временем 49,8 секунды, чего более чем достаточно для получения карточки клубных прав картодрома «Пидстоп Нарвская». Мы двигаемся по стартовой прямой вдоль левого края трассы «Газ в пол». Первый поворот у нас двойной правый. Он как бы состоит из двух частей. Чтобы быстро его пройти, я заранее облокачиваюсь на левую сторону боковой поддержки сидения и ищу точку входа. Поворот я буду проходить только со сбросом газа, не меняя положение тела и не сопротивляясь перегрузкам, перенося всю свою массу налево на протяжении всего поворота, чтобы максимально нагрузить левые шины карты и приподнять заднее правое колесо от поверхности трека. Смотрю туда, куда хочу попасть. Вправо, на апекс первого поворота. Не сбавляя газ, делаю первое движение карты направо, плавно поворачивая руль толкающим движением левой руки, которая в данный момент приоритетная, а правая вспомогательная, слегка тянущая руль вниз. Наша задача – пронести больше скорости на входе в поворот. После того, как я совершил первое движение направо, отпускаю газ и сильнее доворачиваю руль направо, чтобы постепенно замедлить машину поворотом передних колес и продолжаю делать это до тех пор, пока не поймаю полноценный зацеп на передней оси. Это происходит, как только я оказываюсь между первой и второй частью двойного первого поворота, примерно посередине ширины трассы. Далее я немного снижаю угол поворота руля и одновременно как можно быстрее открываю газ. Тем самым я направляю машину в сторону апекса второй части правого поворота под таким углом, чтобы на выходе не вывалиться за правую половину ширины короткого прямого участка трассы между первым и вторым поворотом. Далее я стараюсь как можно быстрее вернуться к правой границе трассы и заранее до точки входа в левый поворот переношу массу тела на правую сторону, смотрю налево на апекс второго поворота, сбрасываю газ, одновременно поворачивая руль влево. Далее я быстро нажимаю на газ на 100%, чуть раньше апекса. У данного поворота ранний апекс, но от точки и угла входа в поворот зависит и траектория выхода. Я стараюсь найти такой баланс прохождения поворота, чтобы пронести больше скорости через апекс, но не вывалиться за середину трассы на пологой дуге второго поворота, которая следует после апекса. Запомни одно правило. Чем реже и на меньший угол мы поворачиваем руль, тем быстрее разгоняется прокатный карт. Так вот, во втором повороте, чем раньше у нас появилась возможность распрямлять руль к выходу из поворота, тем больше у нас будет скорости и напрямой. Иными словами, большую часть работы по смене направления движения карта нужно выполнить в этом повороте скорее в начале, чем в середине поворота. А вообще, посмотри на мою схему трассы с изображением траектории, и тебе все станет сразу понятно. Двигаясь по короткой прямой вдоль правой границы трассы и приближаясь к связке третьего, четвертого, пятого, шестого поворотов, я заранее перемещаю массу тела направо, так как третий поворот у нас левый. Он же проходится под короткий сброс газа, а следом за ним пологий правый газ в пол. Здесь у нас будет совсем мало времени на заблаговременный перенос массы тела справа налево, поэтому между третьим и четвертым поворотом достаточно просто не сопротивляться перегрузкам. Выход из третьего является одновременно входом и в четвертый поворот, который не что иное, как изгиб трассы направо. Его можно проходить газ в пол, двигаясь максимально близко вдоль поребрика на правой границе трассы. Выйти из четвертого поворота нужно так, чтобы быть готовым к пятому, а здесь уже интересно. Если посмотреть с воздуха, то видно, что сам пятый поворот имеет переменный радиус. Он закручивается ближе к выходу, имеет поздний апекс. При этом сама траектория должна иметь радиус, близкий к постоянному до самого апекса. Чтобы грамотно его пройти, я переношу массу тела направо, как только начинается дуга пятого поворота. Держусь сначала ближе к центру трассы, сбрасываю газ в этой точке в начале поворота и толкающим движением правой руки поворачиваю руль налево. Я как бы повисаю на правой боковой поддержке сидения. Это помогает мне стабилизировать руль повернутым на нужный угол в повороте. Я фиксирую взгляд на поздний апекс поворота. Я не нажимаю газ до тех пор, пока не увижу дорогу между апексами пятого и шестого поворотов. В этот момент, как показано на экране, моя скорость уже достаточно упала, чтобы почти не меняя угол поворота руля, начать двигаться в сторону апекса или угла поребрика. Поэтому я смело нажимаю полный газ в тот самый момент, когда увидел дорогу. А как только преодолею пятый поворот, апекс которого можно проезжать с наездом на поребрик, быстро перемещаю массу тела на левую сторону, чтобы не снимая ноги с педали газа, преодолеть шестой поворот. Между пятым и шестым поворотом наша задача пройти по траектории, выгодные для прохождения шестого поворота. Руль я распрямляю уже на апексе пятого. Это помогает мне чуть набрать скорость перед шестым поворотом. Смотрю на апекс шестого поворота, в который я захожу примерно посередине ширины трассы. Наша задача далее – с эффективным разгоном выйти из шестого поворота без заноса задней оси после попадания на апекс, постепенно распрямляя руль на выходе из поворота на пути к левой границе трассы. Далее ищу как бы точку отскока от левой границы трассы, которая имеет небольшой изгиб в правую сторону перед входом в седьмой – правый поворот. Он достаточно сложный, но проходится в полный газ, и от него зависит наша скорость на предстоящем, довольно протяженном скоростном участке трассы. Масса тела после шестого поворота все еще остается перенесенной налево, а руль слегка направо. Я перевожу взгляд на апекс седьмого поворота и, не сопротивляясь перегрузкам, под полным газом, из данной точки отскока от левой границы трассы, с минимально возможным для этого доворотом руля, точно устремляюсь к апексу вот под таким углом, как показано на экране. Использую всю ширину трассы на выходе из седьмого поворота. Заносов здесь никаких быть не должно, едем как по рельсам, да и мотору здесь тяжело, так что стараюсь как можно меньше работать рулем, снижая угол поворота там, где это возможно. Тем временем впереди у нас связка восьмого, девятого и десятого поворотов. Все три поворота проходятся газ в пол, однако наша задача смотреть туда, куда хотим попасть. Я прохожу данную связку поворотов, заранее думая на один шаг вперед с точки зрения траектории, то есть я направляю карт в сторону восьмого поворота так, чтобы затем пошире войти в следующий, девятый. А девятый поворот прохожу так, чтобы затем пошире войти в десятый. Такая стратегия позволит нам, во-первых, успевать заранее переносить массу тела из стороны в сторону, а во-вторых, не терять скорость перед выходом напрямую перед заключительной связкой поворота в трассы. Самое главное здесь не забывать заранее смотреть туда, куда хотим попасть, а рулем работаем максимально точно. На выходе из десятого не забываем использовать всю ширину трассы максимально рано, распрямляя руль к выходу. Итак, мы находимся на обратной прямой трассе и видим перед собой финальную связку из одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого поворотов. Это, пожалуй, самая сложная часть трассы, так как в конце данной связки присутствует вообще единственный поворот трассы, перед которым мне понадобится нажимать на педаль тормоза. По аналогии с предыдущей связкой поворотов, здесь нужно думать на шаг вперед. Еще напрямую я переношу массу тела на левую сторону, глазами прицеливаюсь на апекс одиннадцатого поворота и, не сбавляя газ, направляю карт движением руля вправо под таким углом, чтобы после апекса оказаться правее середины трассы. Затем я смотрю на апекс следующего, двенадцатого поворота. Быстро переношу массу тела направо, одновременно поворачивая руль влево с целью направить карт сразу же за углом поребрика параллельно и максимально близко вдоль левой границы короткого прямого участка трассы перед тринадцатым поворотом. Как только я зашел за угол двенадцатого поворота, на прямых колесах начинаю тормозить перед тринадцатым поворотом. Усилие нажатия на педаль тормоза должно быть максимально жестким, но так, чтобы не заблокировать резину. Как только я начал тормозить, глазами смотрю на апекс поворота, переношу массу тела налево, чуть сбавляя усилие нажатия на педаль тормоза, это должно ощущаться как переход из состояния напряженной мышцы ноги к чуть ослабленной мышце. Одновременно начинаю забрасывать карт резким и точным движением руля направо в сторону апекса, точно зная угол входа в поворот и точку отталкивания от левой границы трассы. Она сейчас показана на экране. Это резкое движение позволит нам сильнее нагрузить внешние колеса и приподнять заднее правое колесо на входе в поворот. Окончательно отпускаю тормоз в тот момент, когда карт только начал менять направление из прямолинейного в сторону поворота. Вот сейчас. И сразу же быстро нажимаю полный газ с постепенным распрямлением руля еще до того, как преодолею угол апекса последнего поворота. Далее, после преодоления апекса, наша задача состоит в том, чтобы при минимально повернутом руле под полный газ максимально использовать всю ширину трассы на выходе из поворота и устремиться к линии финиша на максимально возможной скорости. Ну что ж, главные выводы по прохождению трассы пидстоп Нарвская. Первое. Перед прохождением предстоящего поворота не забывай думать на шаг вперед о том, как будешь входить в следующий за ним поворот. Второе. Не сопротивляйся перегрузкам в поворотах. Отклоняй массу тела налево в правых, а направо в левых поворотах. Третье. Напрямой перед поворотом всегда смотри туда, куда хочешь попасть. Как правило, это апекс поворота. Четвертое. Большинство поворотов проходятся либо газ в пол, либо под короткий сброс газа, и только в последнем повороте нужно использовать педаль тормоза. Пятое. Карт всегда теряет скорость в момент, когда руль повернут. Шестое. Чем раньше сможешь распрямить руль на выходе из поворота, тем лучше у тебя будет разгон. Взяв за основу спутниковый снимок, я схематично постарался изобразить свою точную траекторию прохождения данной трассы. Зеленая линия здесь – это нажатый газ в пол, синяя линия – сброс газа, а красная линия – это торможение. Как говорится, смотри, изучай и делай выводы. Непосредственно перед выездом на трассу рекомендую тебе еще раз внимательно посмотреть данное видео и пройтись по трассе пешком для закрепления полученной информации. Я думаю, ты готов к выезду, и мои советы помогут тебе наконец получить клубные права. Уверен, в дальнейшем ты будешь постоянно улучшать свое время круга и даже начнешь принимать участие в соревнованиях на картодроме Питстоп Нарвска. Твое целевое время круга 49,8 секунды. Если проедешь быстрее, я даже буду рад. Ну что ж, жду результатов и до новых встреч!